Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Новенькая участница Лилия Четрару, которая пыталась разлучить пару Захара Соленко и Майи Донцовой, уже отступилась от Захара. Сам Захар вот что рассказывает. Я открестил от себя Лилию после того, как она и Сергей Захарьяш переспали. Также Захар предложил внести маму Майи Донцовой в бюллетень для голосования и остальные ребята его поддержали. Вика Комиссарова уже целую неделю на поляне и она рассказывает о своих впечатлениях от проекта. Такое ощущение, что здесь я целый месяц. На данный момент я нахожусь в теплых дружеских отношениях с Иваном Зарей. Женская спальня приняла меня. Ване нравится новенькая Вика, он подарил ей цветы, но Вика не торопится объявлять себя с ним парой. Машу Кахно разочаровал Дима Лукин. «Как мне мог нравиться мужчина такого формата и поведения, как Дима? Я очень тонкая и иронимая душа, я больше не хочу страдать». Когда Кахно отказала парню, Дима стал называть ее уродиной и опухшей алкоголичкой. Маша в ответ заявила, что она презирает Диму, что он пьющий неудачник. Зрители смеются над глупым поступком Саши Гозиас в недавнем эфире «Дома-2». Она последовала совету Кости и облизнула на морозе железку. Девушка была искренне удивлена эффектом, когда попыталась оторвать язык. Сначала зрители думали, что Саша просто подыгрывает Косте, но когда она заплакала, когда появилась кровь на языке, то стало понятно, что она действительно это сделала. Зрители в сети сравнили фигуры Ольги Рапунца или Саши Артемовой. Если раньше говорили, что 30-летняя Оля нисколько не проигрывает юной Саше, то теперь с этим мнением можно поспорить. В сети появились топ-кадры, на которых отлично видно безобразный целлюлит на пятой точке домовского бренда, в то время как к идеальным формам Саши придраться трудно. Либерш Кападону презентовала свою новую песню «Линии дождя». Многие отмечают, что у нее сильный и приятный голос, и песня тоже удачная. Глеб Жемчуков продолжает убеждать своих подписчиков в том, что он не принимал наркотики на проекте. «Доверяйте только проверенной информации», – пишет он. «На заборе тоже часто пишут «Осторожно, злая собака», а по факту у хозяев только кошка». Ольга Ветер ответила на информацию о Глебе. Она обратилась к журналистам. «Неужели вам интересно копаться в этом говне?» «У вас есть какие-то доказательства?» «Такими статьями вы только очерняете репутацию, в том числе и мне». Женя Феофилактова опубликовала новый снимок. «Вот и готово новое брендовое фото на баннер в мой бутик для замены старого». Антон Гусев поздравил свою избранницу Вику Романец. Ей исполнилось 27 лет. Он написал очень много красивых слов для нее. Романец и Гусев открыто демонстрируют свои отношения. Они нисколько не считаются с тем, что это может быть неприятно наблюдать как его бывшей жене, так и сыну. Многие уверены, что Романец специально провоцирует Феофилактову. И доказательство этому страстная фотография, на которой полуголая Вика красуется на руках у Антона. В сети говорят о возвращении Димы Тарасова в семью. Именно такой вывод сделали поклонники, когда прочитали свежий пост его первой жены Оксаны Пономаревой. Она открыто намекнула на счастье и идиллию в личной жизни. Дима всегда с большим трепетом относился к дочери от первого брака Ангелине. И при этом он поддерживал очень хорошие отношения с самой Оксаной. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.